Здравствуйте! В студии столицы Нижней Евгения Деревянко. Я и мои коллеги готовы рассказать о главных событиях к этому часу сегодня в выпуске. Вейп и детям не игрушка. Депутаты Нижегородского Заксобрания обратились в Госдуму с инициативой о запрете продажи электронных сигарет несовершеннолетним. Знакомство с армейской жизнью сегодня нижегородские школьники прошли смотр строевой подготовки в рамках военных сборов. Незаурядная личность и уникальные виды столицы Приволжья в Нижегородском государственном художественном музее открылась выставка «Иван Михайловский. От Варшавы до Нижнего Новгорода». Депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области приняли проект обращения к Госдуме по вопросу установления запрета продажи несовершеннолетним электронных сигарет. Напомню, что на прошлой неделе так называемый вейп взорвался во рту московского школьника. Он был доставлен в больницу и прооперирован. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Так стоит ли бороться с модой напарения? Сюжет Юлии Серебряковой. Это модно, невредно и не запрещено законом. Так рассуждают подростки, когда покупают электронные сигареты в магазине. В последнее время вейп-шопы становятся все более популярными. Молодые люди, которых мы встретили на выходе, уверены – курить электронный кальян абсолютно безопасно. Ведь Минздрав же не предупреждает об обратном. Это абсолютно нормально, этим увлекается много людей и как бы все еще живы. А родители находили вообще у тебя вейпы? Что ты им говорил на это? Ну, находили один раз. Я сказал, что это зарядник для телефона, вроде бы поверили. Но я сам знаю, что вроде нехорошо, поэтому я стараюсь тщательно это скрывать. Я старался посмотреть в интернете и узнал, что от сигарет в начале курения умерло очень много людей. А от вейпов вроде бы все еще живы. Поэтому я не думаю, что это так вредно. Это пар, а не дым. Как бы дым-осадок, а здесь осадка нет никакого. То есть такого вреда нет особого. Пропиленгликоль, глицерин и вот ароматизаторы эти натуральные. И все, больше ничего нет. Никотин, ну, это уже право выбора, что никотиновый, что без никотинового. Взрослые поколения уверены в обратном. Сами по себе вещества не опасны, пока их не нагреть. Я химик. Все это при высоких температурах расщепляется, вылетает, радикалы образуются. Это то, что усваивается организмом сразу. Организм это схватывает. Разрушаются слизистые. Чем чреват? И аллергическими реакциями, и развитием бронхолегочной патологии. То есть это не сиюминутный результат, а результат во времени. У нас вообще преобладает обязательно продать, обязательно положить деньги в карман. А о других вещах никто не задумывается. В регионах действительно этот вопрос законодательно не урегулирован. Депутаты ЗАГС Собрания Нижегородской области от фракции КПРФ первыми предложили запретить продажу вейпов несовершеннолетним. Инициатива была одобрена региональным парламентом только в первом чтении. Позднее социальный комитет ЗАГС Собрания направил похожее обращение в Госдуму. Введение запрета на федеральном уровне уже назрело, уверен депутат Роман Кабишев. Нас очень здорово напугало то, что неурегулированность этой проблемы в нашей стране в целом и в Нижегородской области в частности привела к повальному увлечению электронными сигаретами, прежде всего несовершеннолетних. Я могу согласиться с тем, что оно может быть до конца не изучено, но есть исследования, которые доказывают, что возникают необратимые процессы в легких. Кроме того, что вейпы могут таить в себе опасность для здоровья, они еще и взрываются. В интернете появляется все больше видеороликов, где в электронных сигаретах происходят взрывы аккумуляторов. И порой они наносят ощутимый вред. Юлия Серебрякова, Георгий Захаров, Никита Вертлин. Столица Нижний. Сегодня в отделе военного комиссариата по Автозаводскому району прошел смотр строевой подготовки в рамках проведения ежегодных пятидневных военных сборов. Мероприятие организовано с целью подведения итогов выполнения учебной программы сборов по строевой подготовке и повышения внимания учащихся к выполнению воинских обязанностей. Участие в нем приняли юноши десятых классов, которые смогли продемонстрировать свои навыки. Две шеренги становись! В сердцах у нас на городе неродимый, Мы в смертный бой идем за честь родной страны. Бывают города, охваченные дымом, В креме в пустых лесах суровый бог войны. В Нижегородском государственном выставочном комплексе открылась выставка «Время. Стиль, образ, скульптор Владимир Нагорнов». Экспозиция посвящена 60-летнему юбилею автора и объединяет его произведения разных лет. Владимир Нагорнов – заслуженный художник России, народный художник Чувашии и лауреат многочисленных премий. В его творениях сосредоточены монументальные, станковые и малые формы скульптуры и величественные образы, которые всегда связаны с социально-культурной основой народов, наций, их историей, переменами жизни и времени. Этот автор знаменит на всю страну тем, что он создал новый скульптурный символ Чувашии, вот эту огромную фигуру матери, которая высится над Чебоксарским заливом. А у нас с этим художником у Нижегородской земли оказываются очень большие тесные связи. Он поставил аж шесть скульптур своих на территории Воротынского района и в самом поселке Воротынец. А в Нижегородском государственном художественном музее открылась выставка «Иван Михайловский от Варшавы до Нижнего Новгорода». Экспозиция состоит из 30 произведений, в основном портреты и пейзажи, в том числе уникальные виды столицы Приволжья. Посетителям предстоит не только открыть для себя незаурядную личность забытого художника, но и узнать некоторые малоизвестные факты нижегородской истории. Сюжет Юлии Серебряковой. Он родился в середине 19 века, пережил революцию, Первую мировую войну. Художник Иван Михайловский вне зависимости от политических событий в стране и мире всегда был верен своему делу. Наследники мастера организовали выставку специально ко дню рождения одаренного живописца. Я вообще счастлива, что возрождается имя этого удивительного, скромного человека, скромного и интеллигентного человека. Судьба поделила жизнь художника на два города. В Варшаве он прожил 30 лет, в Нижнем Новгороде 18. Но у нас в городе имя Ивана Михайловского почти неизвестно. Его знают единицы, несмотря на то, что работа, где представлены уникальные виды Нижнего Новгорода и его окрестностей, находятся во многих частных коллекциях. Мы открываем художника. Художника, вот кто-то сказал, нового, но забытого. Такие люди продолжают работать во все времена, при любых обстоятельствах. Не взирая ни на что, ни на голод, ни на холод. Это пример всем нам великого мужества. Именно Иван Михайловский стоял у истоков первой школы живописи при Нижегородском университете. Посетителям выставки предстоит не только открыть для себя незаурядную личность забытого художника, но и узнать некоторые малоизвестные факты нижегородской истории. Юлия Серебрякова, Георгий Захаров, столица Нижней. У меня на этом все. Спасибо за внимание. Следите за новостями на нашем сайте stnmedia.ru. Я желаю вам всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok